Мерседес бизнес-класса, рация, по которой передается ориентировка. За рулем опытный сотрудник ГИБДД, который уже 9 лет служит в спецподразделении. Он с улыбкой смотрит на тот автомобиль, который в прошлом позволял выполнять оперативные задания. Вы сами видите, какое было прошлое. Это модели нашего производства. Они с честью несли такую же службу, как и с честью. Сейчас несем и мы на этих автомобилях. Для сопровождения высокопоставленных гостей региона теперь требуются более мощные и маневренные автомобили со специальными сигналами, проблесковыми маячками и громкоговорителем. Президента мы встречали и сопровождали, кортеж и премьер-министра тоже встречали и на удалении на одну машину вели. Также занимаемся охраной и перекрытием, когда приезжают в другие районы области. Патриарх недавно посещал тоже. Ребята выезжали, обеспечивали безопасность передвижения по Касимовскому району. Для того, чтобы попасть в спецвзвод, необходимо пройти обучение, иметь хороший опыт вождения автомобиля и зарекомендовать себя на службе. У нас есть одна девушка, хотя я думаю, это единственная девушка в практике спецвзвода где-то. Она также наравне несет службу. Также она закреплена за автомобилем, также она вправе сесть. Ну, конечно, жалеем, командировки ее нет, управляем. Сотрудники спецвзвода совершают большие командировки в Северокавказский регион, Ставропольский край. В этом случае они сопровождают колонны с сотрудниками силовых ведомств и структур к месту несения службы. В летний период занимаются сопровождением детей в детские лагеря. Но бывает, что выходят в рейдовые профилактические мероприятия по выявлению грубых нарушителей. С того доходило, что останавливаешь запах изо рта, покраснение. Ну, тогда, соответственно, понимаешь, что он выпил. Для того, чтобы освидетельствовать его, требуются понятые. Останавливаешь понятого, ведешь его и понимаешь, что и понятой, оказывается, тоже выпьешь. Ну, я же не скажу до бесконечно. Ну, такие случаи были. Такие моменты запоминаются курьезностью и комичностью. Но, как говорит Игорь Рюмин, это смех сквозь слезы, поскольку пьяный человек за рулем – настоящий преступник. Однако в последнее время количество таких нарушителей сокращается. И сотрудники госавтоинспекции делают все для того, чтобы порядок на дороге был не только в сопровождаемых колоннах, но и в обычных ситуациях. Каждый из автоинспекторов универсален. Если будет такая необходимость, то и этот «Мерседес» отправится в погоню за нарушителем, которому будет не уйти от лошадиных сил этого автомобиля и опыта сотрудника спецподразделения и его напарника.